Циркуляционный насос сам за себя говорит и для чего он предназначен то есть он предназначен для циркуляции теплоносителя по системе отопления значит давайте более подробно разберемся какие виды бывают и как их выбирают на рисунке у нас представлен циркуляционный насос фирмы Грумфос вот как видите здесь эти насосы я больше всего использую в своей практике потому что это немецкая фирма практически сейчас очень много немецкой фирмы и Грумфос и Вилла и ДАП но больше всего почему я привык к этим насосам к ним никаких нареканий работоспособные и в принципе процент брака был очень минимальный так порядка одного процента всего-навсего из 100 насосов которые я поставил один был только не ремонтно пригодным значит на насосе вот здесь вот под названием обычно ниже дается его так сказать маркировка то есть на данный момент мы видим маркировку это 25 тире 60 что эта маркировка обозначает может быть даже 32 тире 60 либо 80 значит первая цифра это обозначает у нас присоединительный размер то есть вот это значит здесь присоединительный размер 25 это 25 миллиметров один дюйм к насосу идет еще специально накидные гайки которые прикручиваются для того чтобы было его быстро смонтировать и демонтировать то есть своего рода как американка разъемных соединений вот то есть цифрой 20 у него получается резьбовое соединение на один дюйм ну естественно если это будет 32 то значит дюйм с четвертью получается вот так вот если обозначать вот таким вот образом и вообще 32 миллиметра если переводить а вторая цифра она может быть 60 самая минимальная 40 бывали насосы и 30 это своего рода давление то есть 60 высота подъема этого насоса 6 метров 6 метров водяного столба если перевести в атмосферы это получается 0,6 атмосфер то есть когда мы делали расчет тепловых потерь и расчет систему отопления там мы высчитывали гидравлический расчет и из этих уже параметров мы подбираем насос справится ли он с теми сопротивлениями в системе системе отопления или нет естественно цифра 40 это получается 0,4 атмосферы и бывает еще 80 это значит 0,8 атмосфер вот вот такие основные параметры которые вам необходимо знать по насосам дальше здесь идет табличка это так называемое потребление электрического тока то есть при каких параметрах и какая у него нагрузка любой циркуляционный насос имеет три положения переключения внутри то есть при каждом положении переключения он имеет свою производительность то есть определенный объем теплоносителя в час прокачивает естественно чем больше то есть третья позиция самый большой объем прокачивает и при каждой позиции он но обычно сколько я сталкивался например 25 на 40 это самый маленький насос из фирмы грунт 8 при первом положении он потребляет порядка 30 ватт всего на всего при втором положении порядка 60 ватт и при максимальной нагрузке он потребляет порядка 80 ватт то есть сами сравнивайте потребление электрического тока по мощности меньше чем обычные лампочки 100 ватт поэтому если он у вас постоянно будет работать в сети он у вас много электроэнергии не заберет даже при максимальной нагрузке ну давайте посмотрим из чего состоит и принцип работы этого насоса вот такой вот насос в разрезе схематичным у нас изображен то есть насос состоит из корпуса вот таким вот образом и получается не красный цвет вот состоит из корпуса и так называемого самого мотора либо рот который прикручивается к корпусу вот здесь то есть к этому мотору это здесь электрическая обмотка управление насосом сюда подсоединение и конденсатор быстровой внутри находится и на валу вот здесь вот вал находится уже вот эта сама клетчатка значит теплоносители как мы видим по стрелочке заходит в корпус здесь за счет крыльчатки захватывается это теплоноситель и крыльчатку уже выбрасывается в другую вот таким образом она работает здесь еще схематично показан воздухоотводчик но редко насосы с таким воздухоотводчиком бывают в основном здесь есть гайка если воздух в насосе собрался его слышно когда он собрался выкручивается гайка и выпускается воздух он будет полный через через ротор выпускается воздух из системы а вот еще один насос это уже фирма вилла то есть они практически ничем между собой не отличаются единственное что управлением может отличаться клейная коробка по виду в принципе они идентичны вот как раз вот эту гаечку которую необходимо выпустить воздух из системы и в 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 особое внимание на правильность установки циркуляционных насосов как мы видим вал насоса должен всегда располагаться горизонтально что это значит как мы видим если мы поставим вертикально ротором вверх у нас теплоноситель движения происходит вот так у нас будет вал вертикальный то же самое если мы здесь перевернем теплоноситель уже в обратную сторону вал располагается тоже вертикально в принципе ставит и так единственное что насос теряет свою производительность порядка 30 процентов это имейте ввиду если мы расположим вот таким образом как видите вал стоит у нас горизонтально и крыльчатка работает вот таким образом то есть на валу крыльчатка это самый оптимальный вариант для насоса то же самое если подаем его вверх например теплоноситель то же самое вал у нас горизонтально крыльчатка вертикальна если по горизонту у нас располагается насос вот мы видим горизонтальная система трубопроводов и если мы ротором вот расположен к себе смотрим про ту гаечку которая говорил вот она оптимально даже если под наклоном но вал у нас остается в любом случае горизонтально то есть возьмите себе за правило знать просто-напросто что вал насоса должен всегда располагаться горизонтально это основное правило установки цинкуляционных насосов и давайте теперь разберемся с обвязкой насосов системы отопления вот на фотографии нам показана система обвязки с металлическими трубами при системе отопления вполне возможно когда-то существовало и для того чтобы как я говорю нам сэкономить на газе делается вот такая вот обводная линия ее еще по-другому называют байпас то есть по большому счету мы разрезали трубу нарезали резьбу на этой трубе поставили шаровый кран соединили через муфту и через контрагайку вот и если у нас так скажем не и либо нет электричества либо нам циркуляционный насос просто не нужен либо он перестал работает для того чтобы не останавливать систему отопления вот этот вот кран нам и нужен мы его открываем и система отопления с естественной циркуляцией работает как обычно то есть проходит вот по этой трубе если мы этот кран закрываем открываем вот эти вот краны то у нас система пойдет уже по обводной линии так называемой байпас уже через циркуляционный насос вот таким вот образом то есть мы как видим здесь накидные горьки для циркуляционного насоса сам насос желательно и рекомендую всем ставить фильтр перед насосом но естественно запорная арматура то есть шары краны на в ходе или на выходе как я уже говорил если что-то с насосом случится мы просто краны закрываем откручиваем вот эти накидные гайки снимаем насос и сдаем его ремонт либо сами ремонтируем и давайте еще рассмотрим немалую важную вещь и часто сталкиваются с этими заказчики либо монтажники когда начинают в первый раз сталкиваются с этой проблемой и не знают каким образом с ней справиться значит смотрите какая ситуация обычный циркуляционный насос работает у нас без модель естественно зимой он постоянно крутится никаких с ним проблем не возникает но стоит зимнему периоду закончится у нас начинается весна и лето и часть осени этот насос практически полгода стоит без движения естественно качество воды теплоносителя который у нас в системе отопления залив не всегда хорошего то есть создаются в любом случае соли жесткости когда зимой нагретая вода соли жесткости начинают выпадать у нас в осадок и корпусе вот в этом месте где крыльчатка между корпусом и крыльчаткой собирается соли жесткости когда насос стоит он просто-напросто закоксовывается вот в этом месте самое слабое место вот здесь вот и здесь и бывает зарастает крыльчатка этими солями жесткости приходит отопительный сезон вы начинаете включать насос гудит но циркуляции нет потому что крыльчатку закоксовали эти соли жесткости естественно так как маломощный мотор он не может ее просто нафасовать начинается естественно паника что делать менять насос или значит первым делом что я рекомендую откручиваете опять эту гаечку и там увидите либо под отвертку либо под шестигранный ключ место и просто-напросто пытаетесь сами вручную крутануть эту крыльчатку если вы ее струнули место немножко покрутили все дальше насос справится сам но бывают случаи когда этого не удается делать тогда мы просто-напросто откручиваем сам весь ротор от корпуса здесь он на четырех болтах крепится под шестигранник головки откручиваем вытаскиваем и чистим вот эту всю поверхность крыльчатку и корпус где у меня сама крыльчатка вращается как почистили все собрали все насос у вас должен заработать это один нюанс и второй нюанс значит опять же это мое мнение может быть я забегаю вперед ну расскажу каким образом я подключаю в системе отопления свои циркуляционные насосы и объясню почему предположим у нас котел пошла подача какие-то радиаторы котел возвращается я ставлю циркуляционный насос вот таким образом он обозначается потом подключаю расширительный бак и после чего подсоединяю уже котлу естественно здесь у нас запорная арматура шаровый кран с фильтром здесь может быть то же самое либо шаровый кран либо я еще ставлю обратный клапан то есть вот так вот он обозначается шариком и две по стрелочке котлу для чего это все делается я сейчас вам вкратце объясню значит когда у нас закрытая система теплоснабжения циркуляционный насос ставлю на обратки почему потому что он выполняет роль и толкает теплоноситель котел во-первых циркуляционный насос у нас работает при пониженных температурах то есть если даже вы котел нагрели до 90 до 100 градусов предположим он закипел на насосе всегда будет максимум где-то 70 градусов это увеличивает срок эксплуатации насоса во вторых когда теплоноситель вталкивается в котел как мы понимаем особенно на напольных котлах емкостного типа то есть какой-то бак здесь вода вверху всегда может собираться газовая так сказать фаза то есть воздух или еще что-то если мы поставим насос на подачи он будет вытягивать из котла и здесь в этой верхней части может создаться вакуумирование естественно какая-то пустота и котел в этом месте может закипеть от высоких температур когда мы вталкиваем воду в котел естественно вот этого пространства уже нету он полностью заполнен это вот один нюанс и то же самое второй нюанс и почему я ставлю здесь обратный клапан вместо шарового крана то есть и обратный клапан если установить по стрелочке к котлу естественно также можно поменять насос без всяких проблем закрыть один кран обратный клапан нам воду сюда уже не даст так как он будет закрытый и можно снять демонтировать насос без всяких проблем но обратный клапан нам здесь помогает в каком случае если от котла пошла высокой большой длины стояк вертикальный естественно какое-то давление будет не только вверх идти но и вниз вот чтобы не было противопотока и часть давления не пошла в обратку чтобы система встала я для этих целей и ставлю обратный клапан ну и последний момент о расширительных баках мы еще поговорим но раз мы затронули эту тему я хочу объяснить и суть расширительного бака расширительный бак я ставлю тоже перед котлом на обратке почему потому что если пойдет расширение теплоносителя естественно бак у нас наполнится теплоносителем при остывании он этот же остывшийся теплоноситель выдавит опять же в котел для того чтобы не создавать вот здесь вот на воздушные пробки воздушные подушки